Был вопрос, признают ли существование истины олетои софисты. Мы остановились на том моменте, что истину признают софисты, но субъективную, то есть в зависимости от человека. То, что является истиной для одного, для другого истиной не является. Но что важно? Важно не знать истину, как это утверждала вся предшествующая, и отчасти вся последующая традиция будет утверждать. Важно уметь обосновать свою точку зрения, то есть заставить своего оппонента считать так, как считаете вы. Причем не важно, является ли это мнение истинным, является ли оно обоснованным, доказанным. Важно, чтобы вы умели убедить другого. В первую очередь аудиторию, поскольку это искусство связано с искусством аргументации, теорией аргументации и имеет выход на непосредственную практическую деятельность, а именно в сферу политики, поскольку именно в этот период, в V-IV века до н.э. активизируется политическая жизнь в греческих полисах, в греческих городах, государствах. И вот фраза, на которой мы остановились, Протагор говорит, что обо всяком предмете существует два разных суждения, два рассуждения, два осуждения, два мнения, и эти мнения могут быть противоположными друг другу. И софисты не берут на себя смелость утверждать, какой из них истина. Истина – то, что вам кажется. Вот вам кажется эта истина, значит, так оно и есть. Но делается оговорка «для вас». Это не значит, что это будет истиной для другого человека. И сочинение под названием «О богах», которое, согласно преданию, написал Протагор, он высказал такую замечательную мысль, что о богах я не могу знать ничего, ни того, что они есть, ни того, что их нет, ни как они выглядят, ибо многое препятствует этому. И неясность предмета, или в другом переводе, невнятность предмета, и краткость человеческой жизни. То есть и предмет тёмен, и жизнь человеческая коротка. Поэтому нет смысла вообще на эти темы высказываться. И вот та дихотомия, которая обозначена вверху, по природе и по закону, то есть фюсис и номос, вот эта самая дихотомия, которую мы обозначили ещё на первой лекции по античной философии, она является крайне актуальной для софистов. Почему? Потому что всё, что существует, всё, о чём мы можем высказать, какое бы то ни было суждение, оно и является сферой человеческого номоса, сферой человеческих установлений, представлений, идей. Это не значит, что так оно существует по природе. Об этой самой фюсис мы ничего сказать осмысленного не можем. Поэтому и не высказываем. Ну, софизмы с вами мы разобрали, рогатые, софизмы ватла разобрали на этом, остановились, покрытые. Там сходная проблема заключается в том, что софист подходит на горе, на площади к какому-нибудь афинянину и задаёт вопрос. Предварительно перед этим человеком стоит покрытый каким-нибудь одеянием, облачением, покрывалом человек. И софиз задаёт вопрос. Скажи мне, алкивиад, знаешь ли ты этого человека? Тот, поскольку не видел, кто под покрывалом, говорит, нет, не знаю. Получается, что ты не знаешь своего собственного отца. А там под покрывалом, предположительно, отец этого самого алкивиада. То есть это вот рассуждение построено либо на логической ошибке, либо на подмене тезиса, неправильной интерпретации термина, вот как мы говорили по отношению к неправильному пониманию принадлежности. Их отец твой, следовательно, твой отец собака. Ну и там всё, что ты имел, всё, что ты не терял, ты имеешь и так далее. Вот один из старших софистов по имени Горги из Леонтин под весьма неоригинальным названием о природе Перефюсиус приводит следующее рассуждение, что ничего не существует. Кстати, это написано, если вы внимательно слушали предыдущие лекции, в пику школе элиатов, что ничто не может существовать, ничто не существует. Горги рассуждает, если и что-то существует, то оно непознаваемо. А если даже оно познаваемо, то есть можно его познать, то его познание невыразимо и неизъяснимо, то есть оно не может быть изложено с помощью слов. Поэтому познавать, что бы то ни было, как оно есть по природе, по истине, бессмысленно. Ну и заканчивая досократический период, нужно сказать о той фигуре, которая является, по сути, олицетворением философии в веках. Это первый человек, которого казнили за философские убеждения в истории философии. Вы помните историю Анаксагора, которого сограждане изгнали из города, то есть хотели приговорить к смерти, но за него вступился его покровитель, Перикл, и поэтому его подвергли астракизму, то есть изгнанию из города. А Сократа казнили в прямом смысле этого слова. Ну, правда, способ казни был довольно, ну, с точки зрения и современности, в том числе, милосердный. Он выпил чашу цикуты. Значит, годы жизни его здесь. Почему вот здесь стоит? Ну, во-первых, лицо. Обратите внимание, оно нам понадобится. Что можем сказать об этом лице? Нет, ну, борода-то как раз логично, потому что греки носили бороду. Но очевидно, что человек, ну, мягко говоря, внешне непривлекательный. А по греческим стандартам так уж откровенный урод. Единственное, что здесь выдает мыслитель, это высокий лоб. Но у него курносый нос, нос по греческим стандартам страшненький. И он был приземистый, коренастый. И современники, друзья, говорили, что человек действительно крайне невзрачно выглядел. Ходил вечно в каком-то стареньком плащике, блуждал по этой самой агаре, Афинской площади, и приставал с вопросами ко всем проходящим. Понятно, что через какое-то время жители Афин немножко утомились от этой фигуры и решили вопрос радикальным способом. К нему ещё вернёмся. Сократ является олицетворением философии. Почему? Потому что этот человек не только учил тому, что такое мудрость, при том, что он не дал, во всяком случае, то, что дошло до нашего времени, ни одного положительного определения ничему вообще. То есть на первом занятии я вам сказала, что Сократ принципиально ничего не записывал. Он считал, что любая письменность это то, что помогает человеку в действительности забыть. Истинно рождается только в диалоге, только в споре, и от него, собственно, пошло это понятие диалектика, диалегомай, буквально беседа между двумя. Логос, легомай, говорить, диа, приставка, которая означает разделение, не просто тихо сам с собой, я веду беседу, а разговариваю с кем-то. Отсюда и диалегомай, я беседую, я разговариваю с кем-то. Диалектик, искусство разговора, беседы с кем-то. Но беседа Сократа заключалась в том, что он подходил на этой самой огоре, с утра шатаясь по площади, бросив жену и детей, и спрашивал, скажи-ка мне, Алкевиат, а что такое красота? Знаешь ли ты, что такое красота? Тот, разумеется, говорил, конечно, знаю, потому что любой человек может сказать, вот этот человек красивый, а вот этот человек некрасивый. А что такое справедливость? Вот придете, особенно те, кто прогуливают занятия ко мне на зачет, и поставлю я им из вредности единицу. И студент начнет возмущаться. Это несправедливо. Следующий мой ход будет сократического характера. Скажи мне, друг мой, например, какой-нибудь Михаил, а что есть справедливость? И так далее. А что такое мужество? А что такое истина? И так далее. Человек, который предположительно знает, что такое справедливость, что такое истина. Студенты знают, что такое несправедливость, когда преподаватель не следует ранее установленным стандартам. Сократ, задавая свои вопросы, приводил собеседника к пониманию того, что в действительности тот, кто утверждал изначально, что он знает, что такое красота, истина, справедливость, мужество, ну и далее по списку, оказывался в ситуации, когда он вынужден признать, да, я не знаю, что такое справедливость, красота и так далее. Сократу много что приписывается, много всяких сказочек, сказаний, высказываний, разумных и забавных. Ну, например, господа, к Сократу пришел ученик и сказал, скажи мне, Сократ, а надо жениться мне или не жениться? Вот перед подавляющей моей аудиторией на фистихе такой вопрос рано или поздно встанет. Что ответил Сократ? Он сказал, женись, несмотря ни на что. Если попадется хорошая жена, будешь исключением. Попадется плохая, станешь философом. Поскольку у самого Сократа была жена, которая стала именем нарицательным в истории философии, вообще в истории человечества, как пример сварливой, вечно недовольной, пилищей своего мужа жены. Ксантиппа. Ну, Ксантиппу тоже можно понять. Если муж не заботится о семье, не заботится о жене, а с утра до вечера бродит по горе и пристает преимущественно к молодым людям с вопросами о том, что есть справедливость, возмущение женщины исторически, в общем, оправдано. Над Сократом издевались и говорили о том, что, ну, ты философ, ты учишь философии, но живешь, как самый последний бедняк. Почему так? На что Сократ отвечал? Примерно следующее. Я живу, как Бог. Контрвопрос. Почему? Потому что, смотрите, разве не испытывать ни в чем нужды, не является свойством Бога, божества. Да. Я обхожусь минимальным. У меня нет нужды в том, в чем нуждаетесь вы. Тогда кто из нас живет лучше? Вы, который гоняетесь за всем, на что упадет глаз, или я, которому не нужно ничего? И, приходя на ту самую огору, он всегда восклицал, как же много в мире всего, что мне не нужно. И часто в связи с Сократом произносится такая фраза. Сократ говорил, что я ем, чтобы жить, а большинство людей живет для того, чтобы есть. Он был сыном скульптора Сафрониска и повивальной бабки Финареты. Вот зачем нужен этот факт? А потому что здесь всплывает ключевое обстоятельство. Сам Сократ неоднократно обращал на это внимание. Повивальное искусство, маевтика. Вот то, чем занимался сам Сократ в течение всей своей жизни, это и есть маевтика. Искусство родовспоможения. Почему он не оставил никаких текстов? Именно поэтому он считал, что истина рождается только в споре. И он, Сократ, он не является Софос, мудрецом. Он является этой самой повивальной бабкой. Он помогает собеседнику прийти к рождению истины. То есть осуществляет функцию родовспоможения. И был такой афоризм. Даже это не афоризм, это фразочка, которую приписывают оракулу. Но вы знаете, что греки зачастую пользовались различного рода практиками, связанными с предсказанием. От лица бога жрец или жрица вещали, давали ответ на какой-то вопрос, заданный пришедшим в храм. И вот одно из таких изречений гласило, мудр Софокл, мудрее Еврипид, но мудрее всех Сократ. Вопрос почему? Потому что Сократ любил фразу, которая стала известна тоже, опять-таки, благодаря и Сократу, и благодаря тому, что она была начертана на воротах храма в Дельфах, посвященного Аполлону. Гноте Сеаутон. Познай самого себя. Сократ всегда говорил, я знаю, что ничего не знаю. И в этом он видел свою задачу, свою функцию. Он говорил, что я подобен оводу, который кружит над самодовольными, мнящими себя знающими людьми, кусает их вот этими самыми своими вопросами и заставляет их пробудиться. То есть осознать, что в действительности то, что они считают знанием, таковым не является. ну и в 399 году, ну, всё это у нас пока до новой эры, Сократа приговорили народным судом 361 голос против 500 к смертной казни. Значит, что ему было вменено в качестве обвинения? Сказано, что он не чтит богов, вводит своих богов, развращает юношество. Значит, что это за обвинение в том, что он не чтит богов, которых почитает город, и вводит новые божества? Сократ всегда ссылался в своих речах. Кстати, вот принципиальный момент, я его не оговорила. Откуда мы знаем об учении Сократа? Два его крупных, два его ближайших ученика, которые слышали проповеди Сократа, на которых он повлиял значительно, оставили свои сочинения, причем под одинаковым названием «Апология Сократа». Апология, слово знаем «Апология»? Не знаем. Совершенно верно. Это «Апология» – это речь адвоката на суде. «Апологус» – речь в защиту. И поэтому слово пошло «Апология», то есть оправдание, защитительная речь по отношению к кому-то. Так вот, Ксенофонт написал «Апологию Сократа». Есть произведение, диалог точнее, к которому мы вернемся, «Апология Сократа», написанное самым знаменитым учеником Сократа – Платоном. Платон много оставил диалогов, к ним мы вернемся, и одной из ключевых фигур в этих диалогах, вплоть до последних диалогов Платона, является именно Сократ. Конечно, сложно вычленить, чему именно в действительности учил Сократ, потому что его ученики излагают свои взгляды на Сократа, так, как они это поняли. А из своей практики преподавания я знаю, что то, что расскажут студенты на экзамене, и то, что я рассказывала сама, две большие разницы. Но вот в связи с дистанционным преподаванием, по крайней мере, это фиксируется, и можно студенту сказать «Вот, вот оно, что я сказала!» Потому что студент обычно говорит «Да нет, в действительности вы говорили вот это, вот это и вот это». Но вот точно так же и с учением Сократа. Что услышал Ксенофон, то что услышал Платон. Но тем не менее, некое общее ядро, некие общие ходы мыслей там прослеживаются, которые, в общем, я и стараюсь вам до вас донести. Так вот, это самое божество, на которое ссылался Сократ, он называл его Даймонион. Отсюда, кстати, наше слово демон. Но имейте в виду значение слова Даймонион в греческой традиции, тем более в эпоху Сократа, не тождественно христианизированному пониманию демона. Демоны – это некие бесы, которые слева от нас шепчут нам всякие гадости, не ходить на лекции по философии, спать, играть в Warcraft, жевать во время лекции бутерброды. Это тем, кто онлайн в данный момент. И так далее. Это вот те демоны. А Даймонион Сократа – это тот голос, который Сократ говорил. Он говорит мне, что не надо делать. Ну, впоследствии историки философии сказали, что это что-то вроде своего рода совести. Даймонион Сократу никогда не предписывал, что нужно делать. Он всегда его предостерегал от недостойных поступков. И рассказывается, что в сражении при Патидее, кстати, Сократ трижды участвовал в военных сражениях и показал себя очень храбрым воином. И вот в сражении при Патидее в 430 году современники говорят, что он простоял неподвижно на поле сражения весь день и всю ночь до рассвета. И потом, когда его спросили, Сократ, а что ты делал? Он сказал, я слушал свой голос, вот этот самый Даймонион. И поскольку в своих беседах, как вы понимаете, проводить время с утра до вечера на протяжении довольно значительного периода жизни, на Агари многим он успел об этом рассказать. Это приблизительно так же, как если вы будете проводить все свои дни, свои жизни, лет 30, допустим, 40 на Красной площади, приставая ко всем, кто будет там прогуливаться. И он рассказывал про этот самый Даймонион. Так вот, афиняне, ничтоже сумняшись, они решили, что он вводит почитание нового божества и развращает юношество. В чем усматривали развращение юношества? Не в том, о чем вы подумали, поскольку в Греции это никак не являлось преступлением, это было ходовой практикой, а то, что Сократ подходил к молодым людям и задавал эти самые вопросы. И молодые люди зачастую, даже несмотря на крайне непритязательную и неприглядную внешность Сократа, так вдохновлялись его примером, что начинали ходить рядом с ним, около него, учиться у него. И поэтому забрасывали свою политическую деятельность или каких-то там родственников, друзей, а ходили за Сократом и слушали то, что он говорил. В этом афиняне углядели развращение юношества, чтобы вместо того, чтобы заниматься пустыми речами на политической арене, ребята задавались вопросами, а что такое в действительности справедливость? И является ли современный полис справедливым? Но, как гласит апология Сократа в изложении Платона, последние слова Сократа на суде были, но уже пора идти. «Вам, чтобы жить, мне, чтобы умереть, а кому, а что из этого лучше, никому неведомо, кроме Бога». Более того, друзья пытались спасти Сократа и предлагали, он какое-то время провел заключение, предлагали ему устроить побег. Ну, все решили скинуться и устроить побег любимому учителю. Сократ отказался, он сказал, «Зачем? Я всю жизнь учил тому, что философия – это способ подготовки к смерти, философия – это вид умирания. Так вот тогда, когда цель моей жизни достигнута, зачем я буду бежать?» И непосредственно перед тем, как уже умереть, он сказал своим друзьям, которые находились до последней минуты при нем, что «Не забудьте принести в жертву петуха Асклепию». Асклепий – Бог врачевания. То есть не забудьте поблагодарить Бога врачевания за то, что я, наконец, выздоровел. То есть жизнь дается для того, чтобы осуществить подготовку к самому важному делу – возвращению души в свое исходное состояние, возвращению души к Богу. Ну и теперь о том, как это осуществляется. Значит, базовый тезис Сократа, вот он здесь присутствует. Слово «арите» – кто-нибудь знает? Ну, вряд ли. «Арите» – это добродетель, слово, которое в русском языке современном не присутствует вообще никак. Более того, я столкнулась при подготовке к лекции, когда смотрела, что в интернете есть, какие слайды, поскольку мои навыки минимальны. К ним я еще вернусь потом к этой теме. Один, кто-то подготовил слайд, связанный с представлением о государстве Платона. И меня умилило то, что там, где должно стоять по смыслу слово «добродетель», человек, который готовил презентацию, а я рискну предположить, что это довольно молодой человек, вместо слова «добродетель» он поставил слово «благодетель». То есть, допустим, там философы, благодетель – мудрость. Благодетель – это человек, который совершает какие-то достойные, благие поступки. Благодетель и добродетель оказались смешаны в сознании современного молодого человека, именно потому, что он не сталкивается с этой темой. Но никто сейчас, ни старшее поколение, ни уж тем более молодое, никто не рассуждает о «добродетели» вообще. Даже по отношению к человеку не говорят «он добродетелен» или «она добродетельна». Ну, не актуально это. Но, тем не менее, этот термин является актуальным для философии. И «арите» – это самое «добродетель», то есть это некое благое качество. И оно тождественно, а это слово вы уже должны знать, «гносис», «знание». Значит, а вот сейчас мне понадобится тот самый Георгий, который прогулял. Так, значит, зачем вы мне нужны? У вас наверняка, более того, я более чем уверена, что у вас в кармане, в вашей куртке или брюк, есть пачка сигарет. Давайте. Именно поэтому вы мне и понадобитесь. Именно потому, что большинство студентов… Мне ее передавать не надо. Прочтите то, что на ней написано. Прочтите то предупреждение, которое там написано. Значит, ну, условно говоря, Минздрав предупреждает, курение вредит вашему здоровью. Еще кто-нибудь, кроме Георгия, курит? Онлайн курите? Алексей курит. О, отлично. Значит, вы сейчас двоих будете рзать. У меня курт. Не важно. Мне сигареты ваши не нужны. Значит, Алексей Георгий, вы согласны с утверждением, что курение причиняет вред вашему здоровью? Опасно для жизни? Вы считаете, что данное утверждение является истиной? То есть оно не ложно? Если вы только что согласились, ребята, у вас нет вариантов, согласно логике вы сказать, да, утверждение, «Курение вредит нашему здоровью» является истиной? Ну, очень сложно согласиться, если вы согласились с тем, что это утверждение истина. Курение вредит вашему здоровью. Я не думаю, что кто-то из вас, и присутствующих, и онлайн, думает, что курение полезно для здоровья, если я сформулирую антитезис. Значит, вы оба согласны. А теперь вопрос. Почему вы курите? Если вы признаёте, что курение опасно вашему здоровью? Я поясню. Пока вы размышляете, как бы увильнуть от истинного ответа и придумать какую-нибудь отмазку. Смотрите, если вы знаете, что дважды два четыре, вы живёте в соответствии с этим знанием. Вы не рассчитываете на то, что придя в кофейню, вы заплатите по каким-то другим таблицам умножения. Если вы знаете, что закон всемирного тяготения действенен в любом случае в пределах нашей Земли, то вы не пойдёте, сколько этажей в нашем здании? Ну, допустим, девять. Вы не пойдёте на девятый этаж и решите, а вот сегодня у меня такое настроение, что, наверное, закон всемирного тяготения не действует, я с ним не согласен, а не взлететь ли мне? Вы живёте с этим знанием, понимая, что оно всеобщее, универсально необходимо и действует в любом случае. Это истина. Вот меня интересует, почему, зная истину, вы же только что согласились с ней, вы тем не менее курите. У вас есть какой-то ответ? Нет, на то, что мне вам нравится. Какой? 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 И? Как? Они только что согласились, что это влияет на здоровье? Оно вредно для здоровья, следовательно, оно влияет и на продолжительность жизни. Они с этим согласились. Нет, хорошо, вот в данный момент я заставила вас задуматься, что с одной стороны вы говорите, утверждение, курение вредит нашему здоровью, оно истинно, и при этом вы курите. У вас две возможности, два пути. Либо, выйдя из этой аудитории, вы выкидываете свои сигареты и говорите, все, я за здоровый образ жизни и так далее, что, конечно, маловероятно. Либо вы мне предлагаете какой-то разумный вариант ответа, почему вы курите. Привычка-то, она откуда-то образовалась эта привычка? У кого-то есть какой-то разумный ответ? Это дополнение, да, это полезно для их ментального здоровья. Не давая определения, что такое здоровье, я не обязан давать определение, что такое ментальное здоровье, но просто, если мы говорим про здоровье как про чисто набор органов, которые как-то функционируют, то, безусловно, они согласились с тем, что это вредно. Но для их сознания это полезно, по этой причине они как раз так и курят, ну, возможно. Так, Александр, да, правильно? Да, да, да. Значит, Александр, скажите, а вот если для моего, ну, на вас пример приводить не буду, для моего ментального состояния, ну, чтобы я не покусала студентов во время экзамена, нужно принять какой-нибудь транквилизатор, наркотик, выкурить марихуану, это следует делать или нет? А, значит, вы все-таки предполагаете, что преподавателя курящего марихуана, употребляющего героин, допускают до преподавания на физтехе? Мы здесь, почему-то Георгия ко всем преподавать, нет, он не обязательно будет преподавать. Значит, ребята, что я хочу, господа, что я хочу подчеркнуть в данный момент, и для Георгия, и для Алексея, курение, неважно, какие там на самом деле причины, мало ли что было, вы курите, потому что, ну, вот Александр попытался эту идею провести, но подменив понятие здоровья. Значит, речь идет о том, что для вас это ценно, то есть это позволяет, ну, допустим, в какой-то компании поддержать разговор, это позволяет вам расслабиться, это привычка, которая сформировалась задолго. То есть речь идет о том, что курение для вас является ценностью, а следующий ход, который я здесь предпринимаю, показываю вам, что если вы согласились с утверждением, что курение вредно для вашего здоровья, и это истина, то есть это истинное утверждение, и одновременно вы курите, и курение для вас является ценностью, с логической необходимостью вытекает, Георгий и Алексей, ваши ценности ложные. Как? Смотрите, вот все вот, в принципе, вы двигаетесь, конечно, в верном направлении, но исходя из сократовской позиции, я что хочу сказать? Это действие, которое предпринимает Сократ, он не признает и не говорит о том, что участие в войне вредно, вот тут сослаться на позицию Сократа мы не можем, он демонстрирует другие добродетели, участвуя в войне. Здесь же я почему обратилась к курящим студентам, потому что они, с одной стороны, признают это утверждение, а с другой стороны, несмотря на это знание, они живут, руководствуясь другими принципами, вот о чем идет речь. Значит, конечно, интуитивно где-то, но не можете корректно это выразить, речь идет о том, что ценность и истина не совпадают, но это только в 20-21 веке. Для Сократа и для греков и для большинства архаических культур истина и знание, знание истина и ценность совпадают, это одно и то же. Почему многие знали табак, многие знали более суровые вещи, но тем не менее, то есть действительно ценности не всегда могут быть, они не совпадают, истина и ценность, но во времена Сократа знание и добродетель совпадают. И сейчас я попытаюсь показать, что имел в виду Сократ. Если мы что-то знаем, знаем по-настоящему, поистине, не то, что вот вроде так, а вроде не так, а я знаю, что это так, как закон всемирного тяготения, то я исследую этому с необходимостью, то есть у меня, получается, даже выбора нет. Если я знаю, что такое благо, что такое хорошо, чтобы совсем было понятно, и что такое плохо, я не просто осведомлён, все знают, что прогуливать лекции плохо, вы осведомлены, у вас есть эта информация, но это не значит, что, обладая этой информацией, вы обладаете знанием. Если вы знаете, то это знание становится частью вашего существа, как таблица умножения, как закон всемирного тяготения, как второе начало термодинамики. То есть вы не можете разузнать, вы живёте в соответствии с этим знанием. Да, развидеть. Ну вот то, что я приводила пример, по-моему, на первой лекции. То есть если вы знаете по-настоящему, это стало частью вашей личности, это формирует вас как человека, вы не можете по-другому. Если вы знаете, ну, какой-нибудь там, ну, чтобы не совсем жёсткий пример привести, ну, вы знаете, что нельзя бить маленьких детей, ну, не сможете вы поднять руку на ребёнка, ну, потому что всё существо противится. Это не вопрос даже конвенции. Можно, нельзя, вот нехорошо. Это вопрос морали. То есть та добродетель, которую вы знаете, по-настоящему знаете, это даже не Даймунин, это ваш фьючис. То есть, ну, вы не можете его по-другому. Вот этот тезис о том, что добродетель, тождественное знание, она является ключевой. То есть тут она, эта дихотомия работает в обе стороны. И если мы знаем, что такое хорошо, по-настоящему знаем, то мы и ведём себя в соответствии с этим. Мы не можем быть другими. Ну, вот помните, я ещё, Лев тогда спрашивал по поводу свободы. Если человек свободен, обладает этой самой свободой внутренней, то его нельзя сделать рабом, в принципе, ну, по Сократу, конечно же. Потому что человек готов за свою свободу идти до конца, в том числе до смерти. Поэтому он не станет рабом, такова его природа. То есть человек добродетельный, хороший, не будет поступать плохо. Если он знает, что такое хорошо, опять же, не осведомлён. Ну да, я знаю, что там в уголовном кодексе написано. И знаю, какие наказания. Речь идёт о том, что это знание становится моей сущностью, моей частью, частью меня. Без этого знания меня нет. Вот эта идея Сократа, она чрезвычайно важна. И второй момент. Знание. Вот почему я говорю, это дикотомер, работает в обе стороны. Знание само по себе. Тождественно добродетели. То есть, говоря современным языком, знать всегда круто. Знать всегда хорошо. А Аристотель впоследствии начнёт своё произведение под названием «Метафизика» знаменитой фразой. «Все люди от природы стремятся к знанию». Все люди от природы любопытны. Что-то узнали? Пошли в интернет, поискали кто, что, где, с чем связано и так далее. То есть это свойство человеческой природы. Ну, биологи, конечно, современные скажут, что и не только человеческой. Но тем не менее. То есть знание само по себе является добродетелью. Поэтому знание тоже нужно приобретать. Это не просто набор информации. Кто в каком году что сделал. А это то, что формирует вас как личность. Ценности к тождественной добродетели. Вот в этот конкретно исторический период ценность – это арете, добродетель. Благо, ну там будет слово агатон, тон агатон. Благость, благое, добродетель, там аритей, гносис, это всё тождественные понятия в этот период. Просто задача заключается в том, чтобы это осознать. Поэтому Сократ, в общем, предполагал, что нет дурных людей, нет плохих людей. Есть просто люди, которые не очень знают. А если любому человеку, неважно какому, объяснить, и он поймёт это, узнает это, он перестанет делать дурное. Ну, технические подробности нам неизвестны, но суть-то в том, что он же не, он, будучи гражданом Афин, выполнял свои обязанности как гражданин. И, кстати говоря, когда ему предлагали бежать, он сказал, я всю жизнь учил тому, что надо следовать закону. Если закон дурён, как в его случае, то есть я не согласен с приговором моих сограждан, но я всегда учил тому, что нужно следовать закону и справедливости. Если сограждане приговорили меня к смерти, я не буду бежать. Каким бы плохим ни был закон, он всегда лучше, чем беззаконие. Поэтому, исходя из всего вышесказанного, я и следую приговору, я не буду бежать. Ну и, значит, вот эта самая диалектика. Мы с диалектикой сталкивались, когда речь шла о Гераклите, и там мы использовали термин, который использовали поздние доксографы. Энамтеодромия, бегущая навстречу, единство и борьба противоположностей. Здесь слово диалектика означает две вещи, вот они здесь показаны. Значит, это ирония и маевтика. Маевтика – это искусство, родовспоможение, применённое к диалогу, к беседе. То есть, когда вопросы задаёт Сократ своему собеседнику, он помогает собеседнику разродиться истиной. Ну или, как минимум, дойти до понимания, что то, что он утверждал вначале, в действительности не продумано и знанием не является. И ирония – это не то, что, как мы это понимаем в современную эпоху. Ирония по-гречески на тот период означала притворство. То есть, Сократ прикидывался просточком, а при его внешности это было несложно, как вы понимаете, подходил к молодому человеку и задавал вопрос. Скажи мне, кратет, а ты знаешь, что такое мужество? Вот ты участвовал в битве, ты наверняка человек мужественный. Да, я человек мужественный. И далее по списку. То есть, он, этот невзрачный Сократ, притворялся просточком, глупцом, который подходит к многоумному, многоопытному мужу и задаёт ему вопрос. Но в результате беседы этот самый многоопытный, многоумный муж понимал, что в действительности он ничего не знает, а Сократ путём этих самых наводящих вопросов оказывался умнее своего собеседника просто потому, что он сразу признавал, что он ничего не знает. И именно поэтому Сократу крайне сложно приписать какие-то положительные утверждения. То есть, я считаю, что так-то, так-то и так-то. Значит, мужество, говорит Сократ, это то-то, то-то и то-то. Или красота, то-то и то-то. Нет у Сократа ни одного определения, нельзя ничего ему прописать и приписать. Поэтому его диалектика, вот это искусство спора, искусство рассуждения, она и заключалась, с одной стороны, в таком вот притворном незнании, а с другой стороны, в попытках заставить собеседника осознать своё незнание. Потому что всегда продуктивнее исходить из того, что мы в действительности не знаем, как оно обстоит на самом деле, чем предполагать, что у нас уже есть какой-то комплекс знания, на основе которого мы можем выстроить нечто. Так, ну и после смерти Сократа, которая фигура довольно влиятельной, помимо его учеников Ксенофонта и Платона, о Платоне отдельно, сложилось несколько Сократических школ. Самая известная из них и влиятельная последняя, ну просто общая характеристика. Четыре школы – Мегарская, Элида Эритрийская, Керенская и Кеническая. Мегарская названа по её основателю Евклиду из Мегары. Чем занималась, кстати говоря, и первая, и вторая, Элида Эритрийская? Вопросами логики. Потому что Сократ, точнее так, софисты и Сократ заложили основу для того, чтобы начать определять понятия. И как правильно строится рассуждение, что мы можем сказать о каком-то понятии, о каком-то явлении. И вот Евклид из Мегары утверждал, существует одно только благо. Но тут эта идея, он позаимствовал у Сократа, называемая различными именами. То есть каждому человеку кажется разное. Иногда мы называем это разумением, иногда богом, иногда умом и прочими иными наименованиями. А противоположное благо Евклид отрицал, заявляя, что оно не существует. Нет неблага. Элида Эритрийская, основатель Федон из Элиды, самостоятельного учения тоже не имели, тоже занимались проблемами логики. Как обозначить то или иное понятие? Керенская школа, наследуя традицию Сократа о том, что такое благо, говорил, что всё, что существует, существует ради какого-то блага или зла. Кстати говоря, в этом смысле Сократ стоял на более радикальной позиции. Почему? Потому что из его утверждений сделать можно такой вывод, что зла не существует. Зло – это невежество. Ну, поскольку люди творят дурные поступки, плохие поступки, совершают какие-то неблагие вещи, только потому, что они не знают, как правильно. А как только они узнают, так сразу и изменят своё поведение. Ну и последняя, самая знаменитая школа из сократических – это киническая. Наше слово «циник» отсюда, потому что там эта буква «к» произносится в средневековой латыни как «ц». Значит, единственное число – кюон, собака. Ну, циники, в общем, собачники, по большому счёту. Родительный падеж, от которого образована циник – кюнос. Ну, кюнос точнее. Основатель – антисфен афинский, ну и самый знаменитый – диаген синопский. Это тот, про которого известно многое чего. Он самостоятельного, теоретического учения никакого не оставил. Он считал, что философия – это образ жизни. С ним связано большое количество разного рода легенд, в том числе, что он жил в бочке, вот философы, живущие в бочке, это про диагена синопского. Но имейте в виду, это не бочка из подквашенной капусты. Это большой сосуд, он назывался пифос, с которым человек умещался. Диаген бродил по площади, по городу с фонарём среди бела дня и кричал «Ищу человека». И когда к нему подходили и спрашивали диагену, вот же куча людей, он говорил «Отойдите, вы не люди, я ищу человека». Про диагена рассказывают, что, почему, кстати говоря, кинники, потому что стремились подражать в своём поведении природным существам, ну, в частности, собакам. Собаке не нужно ничего лишнего, человек точно такое же природное существо. Задача кинников заключалась в том, чтобы вернуться к фюсис, отринуть все номос. Номос – эти самые людские законы, установления – это то, что надстраивается над человеческой природой, что чуждо человеческой природе, нужно вернуться к ней. И поэтому про диагена говорили, что дела Венеры и Деметры он творил публично, на виду у всех. Значит, Венера, она же Афродита, богиня любви, можете перевести это в пласт реальных действий, а Деметра – богиня плодородия. Ну, поскольку собаки не стесняются это делать, вообще стыд – это свойство только людского установления. Что постыдно делать в одном обществе, будет не стыдно в другом. И это значит, что в природе человека нет понятия стыда, нет явления стыда. Мы рождаемся в этом смысле бесстыдными. Поэтому, говорил диаген, почему мы должны стыдиться? Это люди придумали, что вот это постыдно, и это постыдно. В природе этого нету. Мы должны жить так, как задумано природой. А всё, что необходимо человеку, природа сделала лёгким и простым. А всё, что трудно, нам не нужно. Алексей, у вас какие-то возражения? И так же говорили стойки. Ну, то есть речь идёт о том, что, в общем, мысль здравая. То есть то, что мы думаем, что нам нужно, без чего мы не можем прожить. В действительности нам не нужно. А то, что нам нужно, у нас уже есть. Либо очень легко достаётся. Кроме того, кстати говоря, диаген однажды тоже бродил в полуголом виде, жил в этой самой бочке, носил скудный плащ, и жил подаянием. И над ним жители смеялись и говорили, диаген, ты просишь подаяния, а тебе же никто не подаёт. Смотри, калекам и нищим подают, а тебе никто. Почему так? Он говорил, потому что каждый знает, что нищим может быть всякий, а философам вовсе нет. И однажды он увидел, как мальчик из рук пьёт воду и бросил свою чашку, которая у него была, и сказал, мальчик оказался мудрее меня. Действительно, можно обходиться и без чашки. Ну и самый знаменитый, наверное, это вы встречали в литературе, диаген Синопский, к нему приехал Александр Македонский, чтобы посмотреть на это чудо из чудес, посмотреть на этого знаменитого грека, который живёт таким странным образом жизни. И подойдя к диагену, он спросил его, диаген, скажи мне, что ты хочешь? Самый могущественный человек на тот период спрашивает, что ты хочешь? Что ответил диаген? Отойди, ты мне солнце загораживаешь. На что Александр сказал, если бы я не был Александром, я хотел бы быть диагеном. Про что? Ещё раз. А, когда попытался Платон дать определение, что такой человек, кстати, любимый мой вопрос, который... Вот, давайте, давайте. Хорошо, Алексей, вспомнили. Сейчас я вас потерзаю. Давайте определим, что такое человек. Диаген что сделал, Алексей? Он поймал петуха, ободрал его, принял свой лучший механизм, о том, что у него многое действие. Так что, это беспёрый петух? Даже с учётом всех кондотаций в российской действительности. Это никак не проходит. Значит, если мы определим, что делает человека человеком, и мы к этому вернёмся, потому что Платон про это. Нет, хорошо. Вот что относится к человеку? Вот вы говорите, вот это человек, вот это баба. Так, значит, тот, кто не обладает стыдом, человеком не является? Младенцы, эмбрионы, дети. Они сразу выпадают. Эмбрион не человек. Ну, как минимум, с одной позиции согласились. Когда он становится человеком? В тот момент, когда он проходит через родовой канал, он становится человеком? А если Кесарева? Точный момент, сложно сказать. А когда у него появляется сознание? Если там, если не то, если по-моему, нет, если оно не появилось, то их можно издевать? Да. А некоторые студенты сознания вообще не демонстрируют. Значит, только то существо, которое обладает сознанием, мы считаем человеком. Правильно, нет? Я правильно вас понимаю? Можно подсознание, что мы понимаем под сознанием, но мы, например, недавно доказали, что все не будет. Нет, тогда встанет вопрос, что мы понимаем под сознанием. Это верно. Потому что тогда приматы, вороны, дельфины, даже... Нет, речь идет о том, что делает человека человеком. Как дать определение, что такое человек? Ну, давайте исходить из того, что мы не обсуждаем в данный момент представления 20-го, 21-го века. Давайте исходить из греков. Ну, попробуйте, применяя и наше разумное знание какое-то к тому, что такое человек. Ну, вообще говоря, если человек разумеется, то это говорит, что это говорит о греках. Орудия труда используют мартышки, вороны. Нет, понимаете, смотрите, господа, я могу назвать вам одно качество, которое есть... Вот это мне нравится. Стремление к знаниям. А если у человека нет стремления к знаниям, он играет в компьютер с утра до вечера, и ему так клёво. То есть он выпадает из человеческого общества. Вы поймите, что ваше определение должно охватывать всех возможных представителей данного класса. Если вы выбраковываете какую-то категорию эмбрионов, допустим, людей, которые находятся в коме, либо не совсем каких-то ментально дефектных людей, рождённых, допустим, с определёнными дефектами, они все выносятся за скобки человечности тогда. Чувствуют все живые существа, включая эмбры. Человек, который знает, что он ничего не знает, уже человек. Нет, смотрите, а есть человек, который, допустим, не обладает... Ну, зависит, да, в общем-то, он да. Идея, даже любое изречение, ну, крайне бытовое, крайне тривиальное, можно принять в знании. Так, а ваш компьютер дома? Он обладает определённой информацией. Это же тоже знание? Нет? Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. И встанет вопрос. Да, ну, то есть речь идёт о том, что это не является демаркационной линией. То есть мы говорим о том, что выделяет человека из всего множества, даже если мы берём только живых существ. Там форм, белковые формы жизни. Речь идёт о том... Вот, смотрите, я могу привести сейчас в качестве примера то, что отличает вас всех от нелюдей. Мы знаем, что мы люди? Нет, нет, нет. Нет, просто это есть качество, которое есть у всех людей и только у людей. Но это не делает человека человеком. Не догадайтесь. Это надо просто знать конкретно этот специфический параметр. Мягкие мочки ушей. Есть только у человека, больше ни у кого. Но это не значит, что именно это качество является определяющим. То есть когда мы даём определение, мы формируем понятие, мы ищем наиболее значимые, существенные, отличительные черты для данного класса существ. Вот что пытался сделать Платон? Он исходил с того, что, ну да, в общем мы беспёрые, и да, мы действительно на двух ногах. Но это несущественные, непринципиальные характеристики. По поводу того, как понимать знание и сознание, это вообще дебаты, которые ведутся по настоящее время огромное количество лет. До сих пор нет единого понимания, есть даже целое философское направление, сейчас одно из самых доминирующих в англоязычной философии теории сознания. Но мы это пока оставляем за скобками. Но вот здесь речь идёт о том, что как формировать эти самые понятия, и что является понятием. И теперь мы плавно перетекаем к Платону, к ученику Сократа, самому знаменитому его ученику. Платон. Значит, Платон – это его прозвище. Он вошёл в историю философии под этим именем. Его родовое имя, он принадлежал довольно знатному роду Аристокол. Ну, Платон, Платос, получил за, согласно легенде, за широкоплечие. Он был атлетом, действительно, и профессионально этим занимался до того момента, как встретил Сократа. Побеседовав с ним, Платон полностью переключился на занятие философии. Платон является настолько значимой фигурой в истории философии, что в XX веке были такие два мыслителя, вряд ли вы открывали, хотя могли слышать от своих преподавателей, ну, скорее, по математике. Бертран Рассел и Уайтхит написали принципием математика, просто они этим известны в первую очередь. В истории философии они известны своим утверждением о том, что вся последующая, последующая по отношению к Платону, история философии в действительности является комментарием на Платона. То есть он заложил основы для всей последующей традиции, и можно рассматривать это как философию в собственном смысле этого слова. Платон создал всеобъемлющую доктрину, учение об идеях, мы к нему вернёмся. Он создал довольно масштабную космологию, обобщив всю предшествующую традицию и выдвинув свои идеи. Он создал учение о государстве, также довольно влиятельное, и он создал знаменитую институцию под названием Академия. Вот откуда мы берём это название. После того, как он достиг определённого жизненного уровня, жизненного статуса, он много путешествовал, в частности, на Сицилию, Сиракузы хотел организовать идеальное общество под патронажем местного правителя. То есть он попытался донести свои философские идеи и свою социальную концепцию до правителя Сиракуз, Дионисия. Сначала старшего, потом младшего. Но попытка была безуспешной. И согласно некоторым сказаниям, Дионисий сначала его слушал, потом ему надоело, и он продал Платона в рабство. Друзья и ученики Платона собрали необходимую сумму, выкупили своего учителя, Платон в последствии снова отправился, но уже к сыну Дионисия старшего, Дионисию младшему. В общем, тоже безуспешно. И так трижды. Но под конец жизни, разочаровавшись в правителях, в политиках, он вернулся обратно в Грецию и в саду, который был посвящен обожественному герою Академу, основал свое общество, свое учебное заведение, которое получило название Академия, над входом которой была написана эта самая знаменитая фраза «Не геометр, да не войдет». То есть тот, кто не знает геометрии, не должен обучаться философии. Не способен. Грубо говоря, вступить на экзамен по геометрии, не по философии. До философии допустят, если геометрию вводите. Да. Платон оставил после себя довольно значительное наследство, написанное в форме диалогов. Одним из главных героев этих диалогов, как вы понимаете, выступал Сократ. Но хитрость заключается в том, что в разных диалогах объем диалогичности разлится. В наиболее ранних диалогах они наиболее диалогичны, они более живо написаны. Поздние произведения, вот, например, законы, послезакония, они практически представляют собой монологи. То есть очевидно, что наиболее творческий период приходится на ранний и средний период. А потом Платон склоняется к форме трактата, к форме последовательного изложения, причем в основном на социально-политические темы. Здесь представлено девять групп диалогов Платона, которые были вот таким образом распределены в первом веке нашей эры тросилам, александрийским, пифагорейцам. Именно в такой форме их изучают современные историки философии. То есть это стандартный набор, как распределяются диалоги Платона. Вот все это названия, названия диалогов Платона. Что мы знаем о Платоне? Вот то, что могли бы знать из общего курса, из каких-то общих сведений. Это образ пещеры. Кто-нибудь встречался с этим образом? Картинка в интернете. Но она что изображает, эта картинка? Ну, смысл какой? И? А потом, скажем, если кто-нибудь видит, что он так с ним как-то так с ним как-то так с ним как-то как-то видит, а там не управляет то, что где-то как-то как наше видит. Значит, речь идет о том, что что такое познание? Вот тема, которая является одной из ключевых для греческой традиции. что есть знание? Вот что мы познаем и как мы познаем? И это в том числе. Платон приводит этот пример в довольно крупном произведении под названием «Государство», оно же «Полис», в начале седьмой книги «Образ пещеры». Люди в своем большинстве воспринимают то, что они видят в этом мире за реально сущие, за истинно сущие, за реально существующие. Столы, стулья других людей, другие здания, страны, правители и так далее. Тогда как в действительности истинно сущим это не является. В действительности Платон уподобляет это теням на стене пещеры, которые видят узники, прикованные таким образом, что они видят лишь отражение истинного мира. И вот те картинки, которые мелькают в темной пещере, они принимают за реально существующие вещи. То есть мы с точки зрения Платона, смотря на этот эмпирический мир, тени принимаем за истинно существующие. То есть мы смотрим на других людей, на события, на столы и стулья, на деревья, нам кажется, что это реально существует. Нет, в действительности по Платону это всего лишь отражение. Если мы, если узнику, ну или нам, удастся вырваться из пещеры, а под пещерой мы понимаем, и Платон точнее понимает, узы нашего тела. Наше тело это и есть та самая пещера. Если мы сможем вырваться из этой телесной пещеры и выйти на свет солнца, что мы увидим? Ну, из глухой темноты, из подвала, из-под кровати ночью. Сначала мы слепнем, мы не видим ничего. наступает полный мрак, но постепенно, когда мы привыкаем к свету, мы начинаем различать контуры реально существующих предметов. И потом, постепенно, мы смотрим, вот на этой картинке, ну картинка такая, витиеватая, Платон имеет очень косвенное отношение, но тем не менее, идею передаёт. когда мы начинаем смотреть на источник этого света, сначала мы не видим, но потом, постепенно привыкая, мы можем смотреть на солнце. То есть, о чём идёт речь? Пещера – это наш телесный мир, наше тело, наши органы чувств. Солнце, образ солнца, источник яркого света – это источник истинно сущего как такового. И мы можем его увидеть только в том случае, если мы будем подготовлены к этому. Подобно тому, как выйдя из тёмной пещеры сразу посмотреть на солнце у нас не получится. Платон говорит, возможно истинное знание. Но для всех греков, по правде говоря, это задаётся аксиоматически. Знание возможно, истинное знание возможно. И он противопоставляет. Мир, телесно-го, чувственно-воспринимаемого, о нём, и тут Платон наследует Пармениду, о нём может быть мнение докса. это самое мнение относится к сфере становления, вот к тем вещам, явлениям, предметам, которые случаются в этом мире, которые изменяются. Человек рождается, живёт, умирает, изменяется в течение жизни. Вещи появляются, какое-то время существуют, изнашиваются, мы их выкидываем. Это мир становления, мир бывания. Бывает так, бывает по-разному, бывает всяк. Вот об этом мы можем сформировать мнение докса. У каждого оно своё. Знания, то есть эпистемы, об этом не может быть. И в свою очередь мнение делится на два вида. Это вера, пистис и уподобление. Значит, вера имеет дело с чувственно воспринимаемым миром. Мы верим, что стол коричневого цвета, что он плотный, непроницаемый, невкусный на вкус, там, глухой, если по нему постучать. Это сфера веры, незнания, имейте в виду. Эта вера не может быть доказана. Мы принимаем на веру. В средние века мы столкнемся с другой проблемой, когда начнут доказываться объекты веры. И Фома Аквинский докажет существование Бога. Я вам это попыталась сделать на первом занятии, когда доказал существование Бога посредством онтологического доказательства. То есть ребята будут всерьез этим заниматься и доказывать то, что является объектом веры. Платон говорит, нет, вот все, что к этому миру, мы верим, что так? Знаний об этом у нас нет. И второй вид это уподобление эйкосия. Речь идет об отражении, об отражении в воде, в зеркале, каких-то образов и так далее. А вот знание так же, как у Аппарменида, это то, что имеет отношение к бытию как таковому. бытие вечно, неизменно, самодостаточно, замкнуто на само себя, оно к становлению отношения не имеет. И почему, чем отличается бытие от становления, бытие от бывания, потому что то, что относится к знанию, то, что относится к бытию, вот то, что Платон называет логон дидонай. Оно может дать обоснование, оно может быть обосновано, оно может быть доказано. То есть не то, что для Пети одно, для Маши другое. Нет, и для Пети, и для Маши закон всемирного тяготения одинаков. Он доказывается. Таблица умножения дважды дважды двадцать четыре одинаково для всех, и для Эфиопа, и для Фракийца, и для Платона, и для Китайца. Но на что делится знание эпистемы? Оно делится на две познавательные способности. На рассудок Дианоя, причем этот рассудок имеет дело с математическими объектами, с математическими сущностями. По сути, это математический рассудок для Платона. К сфере Дианои относится все математическое знание. То есть, имейте в виду, для Платона, ну, в общем, как для большинства греков, геометрия, арифметика, математика – это сфера знания, но только определенной области, рассудочной. Чем связано? Это мыслительные, чувственно невоспринимаемые объекты. То есть, это числа, это линии, плоскости, фигуры и так далее. Кстати говоря, различные схемы сюда тоже относятся, это сфера рассудка. Разум – более высокая познавательная способность, ноэсис. Вот, кстати говоря, все те же глагольные корни, так же, как нус, ум, диануя, рассудок, разум, ноэсис. Или же Платон называет ее диалектическая способность. Диалектике дюнамис. Дюнамис – способность. Вот это познавательные способности, которые наличествуют у человека. причем Платон в первую очередь говорит, конечно, даже не столько о человеке, сколько о душе. Имейте в виду, мы к этой теме еще вернемся, потому что познаем, то есть эпистему мы получаем непосредством тела. Тело нам мешает познавать. Тело имеет дело только с мнением, с верой и уподоблением, а знает только вот эта самая высшая познавательная способность с рассудком, которая Платоном соотносится с душой. Платон также наследует эту пифагорейскую традицию «то сома сэма» – тело гробницы души. И идея, которая вот здесь обозначена греческим термином, кто может прочесть? Слово-то вы знаете. самая нижняя «анамносис» буквально означает «припоминание». Вот вы когда, надеюсь, не часто в вашем возрасте обращаетесь в больницу, вам что выдают? «анамнос», то есть истории вашей болезни, припоминания ваших болячек и всякого такого неприятного опыта. «анамносис» греческий термин «припоминание». Речь идет о том, что мы в действительности по Платону, и, видимо, Сократ тоже этой идеей придерживался, но ярко выражена она, конечно, у Платона. Мы изначально уже все знаем. «наша душа обладает полнотой знания». Чем я занимаюсь в данный момент вместе с вами? Заставляю вас припомнить то, что вы и так знали. Вы знали всю полноту истины до вашего рождения по Платону, но в тот момент, как вы родились, тот момент, когда душа обрела телесную оболочку, вы все забыли. Поэтому, если хотите разумно прожить жизнь по Платону, задача заключается в том, чтобы припомнить все, что знали до рождения. На это и направлена философия Платона. Все, все, включая что у нас там? Отсутствие доказательства теоремы Гольбаха, например, является ли теория струн правильной или нет? Ну, вот видите, есть сторонники, я так понимаю, Алексей, квантовая теория петлевой гравитации. Вы являетесь поклонником Лисмолина. Нет, я не понимаю, что это ясно. Ясно. припоминаю. Какое? Припоминаем. Припоминаем. Нет-нет-нет-нет, подождите, сейчас про полноценную истину я вам дальше расскажу. Я чем тут занимаюсь? Я вам эту самую истину пытаюсь донести. Алексей? Нет, если вы ориентируетесь только на свое тело, и будете исходить из того, что вот мне кажется сладко, то у вас будут только мнения. Это сладко, это не сладко. А если вы забудете про свою тушку и подключите свое сознание, мозг, разум, вот тогда вы это знание обретете. То есть тушка вам для знания не нужна. Более того, чем больше вы ориентируетесь на тушку, тем меньше знания. нет, вот Платон это и говорит, что то, что вы говорите красивое, уродливое, умное, глупое, горячее, холодное, это вы действительно из этого мира берете. А истинное знание вы получаете, ну, условно говоря, из ума и только оттуда, больше ниоткуда. Причем в одном диалоге у него, в диалоге Минон, он это демонстрирует, доказывает, как, ну, кажется, автору. Значит, речь идет о том, что действия, происходящие в диалоге, это собрание нескольких друзей, в том числе и Сократа, на Перу они обсуждают вот эту самую доктрину анамнессиса, припоминания, и на глазах у изумленной публики они призывают мальчика, который им разливает вино, ну, поскольку любые симпосии, так вот это называется симпосия, совместный обед, совместное возлежание и рассуждение и употребление пищи и вина, симпосиум по-гречески, всегда обслуживали те, кто разливает вино, вино, имеете в виду, было разбавлено на всякий случай, они призывают этого самого неграмотного мальчика и задают и задают ему наводящие вопросы. Мальчик неграмотный посредством наводящих вопросов доказывает теорему Пифагора. И это служит доказательством в пользу того, что знание теоремы Пифагора у этого мальчика, прислужника, уже наличествовало. просто он его не помнил. Надо задать правильные вопросы, и человек сам поймет, сам узнает, сам вспомнит. Так вот, как осуществляется это самое припоминание по Платону? Да, кстати, хочу еще один момент обратить ваше внимание. В силу того, что все произведения Платона написаны в диалоговой более или менее форме, и он писал их на протяжении всей жизни, там вот встреча с Сократом практически до своей смерти, крайне сложно учение Платона изложить как единую непротиворечивую внутреннюю систему из-за диалогичности и из-за разных подходов. То есть в разных диалогах мы зачастую можем увидеть разные объяснения. То есть в каком-то месте он говорит, что душа едина, неделима, и такая-то, в другом месте он говорит, что душа состоит из трех частей. Это к тому, что это не является внутренней противоречивой математической системой. Он описывал одно и то же разными подходами в течение разных периодов жизни, поэтому зачастую можно встретить разные формулировки. И мы, когда излагаем Платона, мы пытаемся найти вот те самые опорные точки, какой-то общий скелет его учения, которое можно изложить. он в принципе говорил об одном и том же, но разными способами, подыскивая разные аргументы, ища разные термины, разные слова для описания того, что он, как ему казалось, видел умом. Так вот, это самое занятие диалектикой, диалектики техной, искусство спора, искусство рассуждения. Если у Сократа слово диалектика это диалог между двумя собеседниками, двумя и более, то у Платона диалектика это искусство рассуждения, искусство мышления. А что такое мышление? Вот начиная со времен Парменида, ну и как минимум Платона, мышление это рассуждение посредством понятий, общих понятий. Вот в этот период, начиная с Парменида, активно в период софистов, которые эти понятия пытаются образовать и зачастую используя подтасовки понятий, выстраивают свои софизмы. Возникает представление о том, что такое определение, то есть поиск наиболее существенных общих для данного класса объектов, характеристик, которые позволяют выделить этот класс объектов из другого множества, из множества других объектов. И Платон дает несколько таких подходов, правда, все они звучат красиво, но не всегда вразумительно. То есть что есть мышление? Беседа души с самой собой посредством чистых понятий. Чистых имеется в виду абстрактных понятий, посредством Платон скажет идей, то есть отвлеченных от всех эмпирических чувственно воспринимаемых характеристик. Или вот другое определение, которое дает Платон, мышление – это беседа души с самой собой о былых встречах с Богом. Звучит красиво, но мало вразумительно, как вы понимаете. То есть речь идет о том, что такое мышление. Это тот самый ананнесис, это мы припоминаем то знание, которое у нас уже в душе наличествует. Это знание присуще душе по природе. Это знание, которое было вложено Богом. И наша задача – это знание проявить. Каким образом это… Да. Значит, вы беседуете сами с собой, вы размышляете, вы думаете, вы не с тем Богом общаетесь, а с Богом. Значит, вот всегда слово Бог в данном контексте вводит в заблуждение. Почему? Потому что мы… Так уж исторически сложилось в 21 веке, что мы вырастаем на почве иудео-христианской традиции. Без вариантов. Верим, не верим, но культурный контекст нас формирует. Источник всего сущего. Более того, господа, вы не имейте в виду… Вот сейчас я отвлекусь и произнесу эту фразу. Значит, речь не идёт о Зевсе. Речь не идёт о каком-нибудь там Оресе, Гермесе и далее по списку. Не о конкретных греческих богах, обитающих на Олимпе, которым и выдумками. Не об этом в блоге речь идёт. Такого персонажа, как Паскаля, знаем. Вот Блёс Паскаль в «Мыслях», это произведение, мысли называется, однажды высказал очень здравую мысль. То есть он, по сути, обобщил то, что и так до него было известно. Но он высказал это чётко, чтобы различать. Он говорит, есть бог философа и есть бог Авраама, Исаака, Иакова. То есть есть бог как первопричина, как источник всего сущего, некое абстрактное понятие. Вот то, во что, как правило, если верят, то верят физики. Нет, конечно, есть физики христиане, иудеи, мусульмане и так далее. Но когда обычно в текстах допускается существование бога какое-то, или там Бор спорит с Эйнштейном по поводу того, что существует случайность или не существует. Когда Эйнштейн говорит Бору, что бог в кости не играет, а Бор говорит Эйнштейну, а вы не указываете, что делать богу, потому что играет. То есть речь идёт скорее о некой теоретической возможности, о некоем допущении от того, что существует некое первоначало. Это первоначало не антропоморфное, не персонифицированное, то есть это просто первопринцип, перводвигатель и так далее. То вот здесь как раз идёт речь не о Зевсе, ну и понятно, уж там не о Яхве или Иисусе Христе, до них ещё палкой не докинуть. Речь идёт о первопринципе. Здесь используется просто термин слова «сеос» и всё как источник первосущего. Ладно, на этом пара наша заканчивается. К этим богоугодным рассуждениям мы вернёмся в следующий раз. Богоугодным рассуждением даёт кивости даёт Продолжение следует...